Министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский заявил, что некоторые западные страны уже отправили в Украину своих военнослужащих. Он также добавил, что поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск НАТО в Украину, ведь это нарушит спланированный Россией сценарий. Такое заявление Сикорский сделал в ходе дискуссии в польском парламенте, приуроченной к 25-летию вступления Польши в Североатлантический Альянс. Помимо этого он добавил, что в отличие от других политиков, не станет перечислять эти страны. Саму же инициативу Макрона по отправке в Украину контингента НАТО глава польской дипломатии оценил одобрительно. Сикорский также отметил, что начав вооруженную агрессию против Украины, Российская Федерация продемонстрировала собственную неспособность воспринять западные ценности. «Это государство не может мирно сосуществовать со своими соседями, поэтому НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли», — подытожил Сикорский. Мы воюем с НАТО. Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной. Мы воюем со всем НАТО и немножко больше. Мы уже воюем с НАТО. Наша страна воюет с 3 миллионами 600 тысячами представителей армии НАТО. «Эта война идет не с Украиной, а с НАТО. В том числе и физически солдатами НАТО». Путин готовится к войне против НАТО в Балтийском море. Во всяком случае, об этом со ссылкой на литовские спецслужбы сообщает Американский институт изучения войны. По мнению аналитиков, Кремль хоть и тратит значительные ресурсы на военные действия с Украиной, средства для противостояния с НАТО у него все еще есть. Отмечается, что в прошлом году Россия впервые развернула на Ладожском озере по Санкт-Петербургам корабли-ракетоносцы «Калибров» и начала совершать полеты над Балтикой на тяжелых бомбардировщиках. По данным службы внешней разведки Эстонии, российские войска формируют ленинградские и московские военные округа, в том числе и для борьбы с НАТО. Кроме того, аналитики института располагают информацией, что Россия перебросила силы и средства от своих западных границ с Финляндией и странами Балтии в Украину. Поэтому у границ с НАТО Москва вынуждена все больше полагаться на воздушные и военно-морские возможности. Насколько серьезно стоит относиться к прогнозу Американского института изучения войны? Как вы лично оцениваете вероятность того, что Кремль решится начать войну в Балтийском море? Я серьезно смотрю на то, что говорит наша разведка, а не кто говорит из людей вокруг. Наша разведка говорит, что противостояние будет, что Россия готовится к этой войне. И это естественно. То, что противостояние России против НАТО, это все-таки у России есть в доктрине. С другой стороны, посмотрим на Балтийское море. Все-таки бюджет России, он состоит в основном от продажи ископаемых ресурсов. Не из высоких технологий, а из того, что они выкапывают, что они очень глубоко закапаны. Чтобы это все продать, тебе нужно как-то их вывести. Чтобы вывести и продать в Латинскую Америку, в Африку, в ту же самую Европу, тебе нужен выход в Атлантический океан. В принципе, единственный выход в Атлантический океан есть через Балтийское море. Поэтому для России Балтийское море очень важно для того, чтобы сдержать свой бюджет. С другой стороны, они, конечно, могут это все делать через Мурманск. Но чтобы продавать или выходить армию через Мурманск, ты должен выйти через так называемый ГИУК, то есть по такому коридору между Гренландией, Исландией и Великобританией. Так естественно, что Россия должна в свою стратегию как-то вписать, что ей нужно отблокировать Балтийское море, чтобы в таком случае можно было поддерживать экономику России. Но одно им есть, что ты хочешь, другое, что ты можешь. Это совершенно различные вещи. Естественно, мы понимаем, что России нужен выход в Балтийское море, из Балтийского моря в Атлантический океан. Но на сегодняшний день, и на завтрашний день, и на следующий год Россия это не может сделать. Ну вот да, последние пару месяцев мы видим регулярное уничтожение военной и морской техники России в Черном море. От Черного флота России осталось не так много. За время полномасштабной войны Украине удалось вывести из строя четверть всех российских кораблей, которых изначально было 74. Сколько судов, если есть эта информация, находятся в Балтийском море? Какая вообще там расстановка сил, если вдруг Россия все-таки решится на какие-то военные действия в этом регионе? Я не знаю, сколько кораблей имеет Россия в Балтийском море, и это совершенно не важно. Если мы опять посмотрим на карту, чтобы Россия вышла из Санкт-Петербурга в Балтийское море, она должна проплыть между Эстонией и Финляндией. Чтобы выйти из Балтийского моря в Атлантический океан, ей нужно проплыть между Данией и Швецией, и еще Норвегией. Чтобы вообще выйти из Калининградской области, так Россия вообще не имеет даже какого-то сухоплодного коридора, чтобы из Калининградской области как-то выйти. По моему мнению, Россия в Балтийском море – это шаг и мат. Она сейчас имеет Азовское море, которое нам может плавать кругами и квадратами, но она совершенно сейчас не имеет выхода в Атлантический океан и совершенно уже не имеет Балтийское море. Она выигрывала спички, а проигрывала целый дом. Как вступление Швеции в НАТО скажется на безопасности в Балтийском регионе? Насколько Швеция становится крупным игроком, поскольку Швеция стала 32-й страной Североатлантического альянса? Владеет островом Готланд, тот владеет всем Балтийским морем. Если перед тем, как Швеция не стала страном НАТО, так наши Балтийские страны или НАТО не имела стратегической глубины в Балтийских странах. Сейчас у нас глубина от Вильниуса практически до Лос-Анджелы и до Токио. Или по-другому я могу сказать. Если мы перед тем, переживали за Сувалский коридор, что россияне с белорусами будут перестрилить с диктатом Лукашенко, будет перестрилить Сувалский коридор. Сейчас Сувалский коридор для нас совершенно не важно. Он важен для России, но не для нас. Потому что сейчас мы можем получить помощь через все Балтийское море. И именно то, что Швеция стала страной НАТО сейчас, именно на острове Готланд, НАТО может иметь базу и противовоздушную, и противоракетную, и противокорабельную, и логистическую базу. Все, что хочешь. Если так говорить, то, что Швеция стала страной НАТО, это стало как гарантом для того, чтобы Балтийское море становится совершенно безопасным. Но при этом есть ли какие-то условия, при которых, на ваш взгляд, Путин все-таки решится на новую военную авантюру? Я понимаю, что этот вопрос, наверное, будет сформулирован некорректно, но может ли Путину что-то спровоцировать, начать очередную войну, на этот раз, в Балтийском море? Так, естественно. Все-таки в стратегии России должна написать, что для них очень важно иметь выход в Балтийское океан и в Балтийское море. Поэтому они, естественно, должны тренироваться и что-то планировать. Но одно дело — то, что ты хочешь, другое дело — то, что ты можешь. Я могу хотеть иметь и слетать на Луну, но я не могу на нее слетать просто. Я могу тренироваться, но я никогда на нее не слетаю. Поэтому так и будет. С другой стороны, все-таки россиянам, или России нужно выход в Калининград, в сухопутный коридор. Естественно, они планируют, и в стратегии свои это будет записано. Но опять же, я вернусь к своим словам. Не нужно мистифицировать Россию. Одно дело — что ты хочешь, другое дело — что ты можешь. Нравится, не нравится, но это расширяется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok